Привет всем! Сегодня поговорим о том, как использовать смартфон или планшет в качестве монитора и даже больше. Некоторое время назад, пару так лет уже с тех пор прошло, я делал видео о том, как вывести картинку со смартфона на монитор или телевизор. Обсуждали разные варианты подключения, разные аксессуары, ну а сегодня от обратного. Я расскажу о способе подключения источника видеосигнала HDMI к смартфону или планшету. Если я подключу к ноуту внешний монитор с помощью кабеля USB-C, монитор будет показывать картинку. Есть устройство ввода и вывода. Если я сделаю то же самое с iPad и подключу его к ноуту, iPad начнет заряжаться. Значит, все не так просто и сами по себе они не разберутся. Короче, нужен какой-то умный аксессуар, чтобы выводить изображение на iPad. Например, замечательно подойдет вот этот вот Ugreen Video Capture, карта видеозахвата. Если очень образно говорить, то такая карта захвата выдает себя за веб-камеру, только вот изображение она получает не со своей матрицы, а с внешнего источника. То есть в данном случае с HDMI. В общем, я просто на примере этой карты видеозахвата буду рассказывать, потому что она не самая плохая, ну и в принципе весьма дешевая на сегодняшний день. Entry Level, так сказать. Вообще, карта захвата это такой девайс, который позволяет записывать или передавать видео с внешних источников, таких как игровые консоли, камеры, ПК, ну и так далее. Когда вы хотите записать геймплей с Xbox, постримить немножко с камеры сразу на компьютер, ну или захватить экран TV-бокса, то карта видеозахвата берет видеосигнал и передает его на компьютер, планшет, ну или вот смартфон. Так сказать, для дальнейшей обработки, записи или воспроизведения. Карты бывают абсолютно в разных ценовых категориях, то есть можно и за 5 долларов что-то найти, и за несколько сотен. Естественно, как и со всеми вещами, есть отличия. Отличия, конечно же, в функциональности, то есть разрешения, которые не поддерживают, частота кадров, ну и задержка вывода. Ну это такие основные функции, конечно же, опций намного больше. Но давайте не будем на этой теории уже останавливаться и перейдем, так сказать, к практике. Поговорим непосредственно про работу. Прямо каких-то танцев с бубном тут нет, и все весьма просто. То есть нужно скачать из Play Market или App Store специально бесплатное приложение. То есть для Android я выбрал Noir, а для iPadOS это CamX. Ну а для настольных систем отлично подойдет OBS Studio. Вы можете поискать какие-нибудь другие приложения, в которых будет больше, либо меньше функций, ну и на свой вкус что-то выбрать. Так, приложение скачали, запустили, подключаем, собственно, нашу карту видеозахвата и подключаем источник. Все. Собственно, ваш смартфон или планшет показывает картинку. В некоторых приложениях можно изменить разрешение, какие-нибудь опции, иногда частоту кадров, иногда кодеки, размер экрана. Можно настроить яркость, контраст, все зависит от и карты, и приложения. Ну а далее вы уже можете просто транслировать изображение на экран смартфона и при необходимости ввести запись. То есть использовать смартфон как внешний портативный такой монитор, небольшой. Теперь в двух словах, собственно, про этот Ugreen HD USB видеокапчука. Работает эта карта с Windows, Mac OS, Linux, Android и iPadOS. Может быть, даже с новыми айфонами, то есть 15-16 она работает, но проверить я не могу, да и, честно говоря, сомневаюсь. Подключается она по USB-C либо USB-A благодаря тому, что переходник тут уже встроен. То есть либо USB-C, либо USB-A. Как хотите, так и подключайте. Скорость здесь USB 2.0, то есть, в принципе, больше этой карте не нужно. Поэтому к любым устройствам таким ее можно подключить и к смартфонам, если у вас USB-C. К microUSB уже подключить не получится, либо вам нужен будет переходник с USB-A на microUSB. Такое тоже работает, я проверял. Источник видеосигнала HDMI может иметь разрешение 4К и 60 Гц, но вот мощности у этой карточки хватает только для вывода Full HD 30 Гц. Можно в настройках приложения понизить разрешение и получить 60 Гц при HD разрешении. Следующее. Очень важный момент, связанный с бюджетными картами видеозахвата. Задержка передачи изображения. В данном случае она составляет приблизительно 100 миллисекунд. Вот тут целая куча разных делений. Картинка отстает где-то на 4-5 делений. То есть 60 делений, это у нас 1 секунда, 60 кадров в секунду, и отставание у нас где-то на 5 делений происходит. Может быть подсчет не совсем корректный, но хотя бы вы будете иметь представление о том, насколько отстает изображение от источника. Поэтому стоит не забывать, что будет определенный рассинхрон. В некоторых случаях это очень критично, как например для онлайн-шутеров или платформеров. Ну а в других вариантах с этим можно кое-как смириться. Второй момент. Эта карта захвата передает только монозвук. То есть, соответственно, стереоканалы объединяются в моно. Вот даже сейчас со мной говорит персонаж, и левый канал был более громкий, чем правый. В Ugreen звук просто ровный и плоский, можно сказать. Скорее ровный. Монозвук, естественно. Никакого окружения, эффекта окружения нет. А в то же время рассинхрона звука и видео нет, что уже в принципе хорошо. Есть просто общее отставание. То есть, и картинка, и звук отстают одновременно. Но не все так плохо. Например, вот из интересного в OBS Studio для этой карты захвата доступны настройки изображения. Можно поменять яркость, контраст, оттенок и насыщенность. К слову, у меня есть Razer Ripsav HD, и вот там такой опции нет. Хотя, казалось бы, она в несколько раз дороже. В десяток практически, да? Значит, я сделал такой небольшой демонстрационный стенд, можно сказать. Xbox подключил к карте захвата Razer. Razer, вот. А значит, он выводит или она выводит видео на Ugreen HD Capture Card. А значит, и то, и это подключается к ноутбуку. Вот выводятся сейчас два экрана. Слева у нас Razer. Справа у нас Ugreen HD. А значит, по качеству картинки, в принципе, неплохо. По работе тоже, в принципе, все неплохо. А как там у нас переключаются эти самые игни, нам нужно. Такая красота. Уже забыл, как на геймпаде играть в Ведьмакам. По детализации, в принципе, все нормально. По захвату все нормально. Никаких артефактов, ничего нет. Ничего не проявляется. С захватом карта справляется нормально. Единственное, что, да, ограничение всего лишь 30 Гц. Хотя и само по себе это видео у нас 30 кадров в секунду. Конечно, если вы смотрите какую-то карту для трансляции, сейчас уже появились и вот Ugreen обновленная карта на 60 Гц, и на Hagebis 60 Гц. Я просто уже эту карточку покупал достаточно давно. И еще тогда ни Hagebis не выпустили, ни Ugreen обновленку не выпустили. Я давно уже купил, уже, наверное, год как прошел. Если не, по-моему, пару лет даже прошло, как я купил. Все никак видео не мог сделать. В принципе, про эту карту я рассказал все, что, мне кажется, нужно было о ней знать. А значит, если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите. Либо я что-то упустил в этом видео, об этом напишите в комментах. Потому что в ближайшее время буду делать обзоры более, так сказать, производительных карт захвата тоже с Алиэкспресс. Посмотрим, на что они способны. На этом, в принципе, все. Поговорили. Да, еще увидимся. До скорого. Всем пока.